Крестоносец Поэтому не проверим толком нашу новую броню с прыжковым ранцем. Я не особо люблю штурмовые брони, не особо люблю молотки, хотя в принципе они неплохо дамажат, потому что весь мой кач был направлен на дальнобойное оружие, и на термооружие в основном это была мультимельта. Вот, поэтому поглядим в следующих эпизодах, как это все будет работать. Возможно придется заменить на броню разрушение, то есть реликтовую сменить на фиолетовую, скрафтить ее, ну и молоток на гравиган. Поглядим. Я купил уже здесь в магазине, потому что заканчивался таймер, чертеж болтгана за 300 тысяч реликтового он был. Возможно сейчас что-то другое уже появилось. Давайте посмотрим. Ну, вся броня шлаг, оружие тоже. Ничего реликтового здесь не появилось, куча сбросов разума, мне это не нужно. И плюс ко всему, один из моих зрителей и подписчиков сбросил мне в чудо шкаф еще одну вещь. Банши Уориор. Ну, я уже ее забрал. Это печать чистоты и 1 миллион денег он скинул. Спасибо тоже за такой своеобразный внутриигровой донат. Вот это печать чистоты, 46-й левел, у меня была 40-го, я ее убрал в шкаф, в наш, не стал ее разбирать, продавать. Вот, каждый критический удар вызывает крутое течение на цели, термическое сопротивление плюс 7. Ну и вот, как мы видим, два пункта. Они не отмечены, как бы, квадратами закрашенными, поэтому я так понимаю, что они не используются. И никто так толком не написал, а почему? То есть, что нужно, чтобы эти квадраты стали тоже, как бы, заполненными? Кто что знает, пишите. То есть, видите, здесь два квадрата не заполнены, два заполнены, и получается, что вот эти вот два перка, они не используются. Потому что есть люди, которые игру уже прошли, есть люди, которые там сотый левел набрали. Я думаю, что они знают, в чем тут собака-то зарыта, в чем большой пес здесь зарыт. А болтган у меня, да, здесь должен был быть открытым. Вот он, да. Болтган, но требуется аж 5 искр. Этих вот древних искр бога машины, чтобы скрафтить подобную штуку. Честно говоря, он мне пока не нужен, я небольшой любитель болтганов. Болтганов, мне вот больше понравился... Мой. Гравиган и, соответственно, мультимильтон. Ну, а сейчас пока мы с молотком с красным, который проигрывает нашу бурню значительно. Но посмотрим, как это все будет работать. Опять же говорю, не в этой миссии. И, наверное, многие спросят, куда у меня делись очки судьбы. Был 1200, там с чем-то осталось 18. А я купил DLC, как и обещал, за очки судьбы. Находится она вот здесь. Называется Отчаянный поход. Всего 9 DLC можно купить сюжетных. Все остальное это косметическая хренатень. Которая мне, в общем-то, я думаю, не нужна. А вот в сюжетке, да, надо будет приобрести. Некоторые сразу открываются, некоторые требуют, видите, разблокировки определенных подсекторов. То есть, да, вы потратите деньги или очки судьбы, но не сразу туда сможете попасть, не во все. Но вот здесь мы можем выполнить Отчаянный поход. Я думаю, что в следующем эпизоде мы начнем его делать. Сейчас пока займемся рыцарем. Ну и плюс мой подписчик и зритель Денис, он мне скинул, как и обещал. Но не DLC, он не смог их переслать. Скинул донат, в общем-то, чтобы я их купил. Каждый DLC стоит 90 рублей. Вот, считайте. И плюс 4 серии. На 4 серии он накатил сразу мортира. Продолжение после того, как закончится спонсорство от вируса. Так что серий будет много. Не пропустите. И те они будут, естественно, подряд. То есть, это приоритетные, как я говорил, эпизоды, приоритетные игры, которые продонатили. Ну а мы с вами перемещаемся непосредственно в эту миссию. Вроде все сделал. Рыцарский долг. Минус 62 к на 7 урон, плюс 103 к получаемому. Невозможное усиление. Все стандартно. Режим вызова. Получаемый сток опыт, судьбы, там, влияние славы. Сами смотрите. Темный льдар решили больше не набирать рабов. Но они полны решимости продолжать этот мрачный сбор урожая. Используя другие методы. Как выясняется, катализаторы боли – это биомеханические аберрации, способные собрать сущность боли и страдания. Вот вопрос в том, они могут ли стрелять, или это просто какие-то бочки, которые собирают эти эмоции негативные. Этому разврату необходимо положить конец. С помощью моего капитана я послал сообщение своему старому другу, сэру Амброзу Корадоку. Возможно, гнев императорского рыцаря заставит друг Харри сделать паузу. Возможно. Что-то долго загружается. Видать, большая локация. Обычно грузилась за 2-3 секунды. А что-то тут думает. 51 тысяча хп у него. Среди оружия мультимельта лучше. Мультимельт – это хорошо. Мы любим мультимельту. 900 дамаг. Пробивание брони. Выстрел непрерывным энергетическим лучом. Наносит урон всем врагам вокруг точки поражения. Это у нас мультимельта выстрел. Тоже пробивание брони. Сфокусированный луч. 5 тысяч дамаг. 1 выстрел в секунду. Неплохо, неплохо. Это у нас выстрел с боевой пушки. 3600. Урон. Но перезарядка 2 секунды идет. Выстрел с большого расстояния по выбранному месту, который наносит урон всем врагам в радиусе 4 метров от точки поражения. Ну, типа гравигана. Эффект такой же. Это пустотный щит. 15 тысяч единиц перед рыцарем включается. Окей. Вот все понятно. Плюс у него какие-то автоматические пушки. Я смотрю, стреляют по врагам. Да, я двигаюсь. К ним приближаюсь. Управляемость у него, надо сказать, не айс. Он очень долго разворачивается, очень долго крутится, вертится, потом еще не сразу идет. И это плохо. То есть он неповоротливый. Что, в принципе, логично для такой махины. И вот с большим количеством врагов он разбирается крайне плохо. Пока он их всех разнесет, его уже сгибает продамажить. Врагов на карте нифига не видать. Они не отображаются. Не везде, точнее. Где-то есть, где-то нет. Щит остался за мной. Найс баг. Опустился. Он, по-моему, еще через какое-то время пропадает. Слушай, чего, давай иди быстрее. Иду вперед, он начинает крутиться. Это тоже не есть хорошо. Так, ХП у нас сняли дофига. Восстановление идет довольно вроде быстро. Ну, если бы у меня был такой агрегат, я тоже бы, по-любому, себя чувствовал, вполне бы уверенно. О да, там кто-то ходит здоровый. О да, там кто-то ходит здоровый. Что это? Неудачная фузька металл и флешка, введена от тормоза. Ты не хочешь больше, сэр. Я уверен. Довольно быстро с ними разбираешься. Ну, а если их будет много, защищать эти катализаторы, это будет, конечно, проблема. Вон там еще один. Я еще даже до него не долетел. Точнее, не дошел. Сзади кто-то там плющит. Они быстро щит-то снимают, то есть 15 тысяч хп улетели за секунду. Ломиться вперед тоже нельзя, как видите. Да идите вы в жопу еще сзади. Блюдки. Ломиться вперед нельзя, ибо в большом количестве я не мог его разобрать. И надо восстановиться до конца. Желательно бы. Хочу гулять с неполным хп. На хп нам сняли, как видите, до хрена. Почему имперские инженеры не сделали круговой щит? Так было сложно, она 360 градусов, чтобы его защищал. Почему у него жопа открытая и... ...бока? Может быть, щит требует очень много энергии, ему не хватает. Когда он начинает по мне стрелять, я в этот момент нифига не восстанавливаюсь. Что-то я рановато пошел, так до конца-то мы и не восполнились. Щит реально быстро слетает, 15 тысяч единиц. Самих-то стало 16 тысяч. Не, я не пойду туда пока, подождем. Давайте не будем торопиться. Неизвестно, сколько здесь жизней на этом задании. Все изрыто какими-то траншеями. Не знаю, можно туда провалиться, а лучше это не узнавать. Если одна попытка. По идее, его уничтожение будет означать провал миссии, хотя... Может быть, он там где-то появится и полный, и можно будет дальше играть. Лучше это не узнавать. Давайте пока устанавливаем хп, прогуляемся по карте. До этого рва. Надо уничтожить всех противников, а не только эти катализаторы. Так я полагаю, здесь нам не обойти, да? Да. Это тупик. Карта стандартная, квадрат. Сколько-то там метров. 200 на 200, наверное, где-нибудь. Вес у него чувствуется. Да, он направляется не очень, конечно, удобно. Есть инерция на развороте. Не сразу двигается после разворота. Опять же, секунда-две проходит, пока он начинает идти. Но чувствует, что он тяжелый. 33 тысячи. Хотя хп он свое теряет тоже довольно быстро. Не думаю, что на самом деле бы его так могли быстро разнести, хотя их там много. Как вы считаете? Должен так разваливаться имперский рыцарь? Не должен. Ой-ой-ой. У нас там сзади уже кавалькада преследователя. Еще до конца так и не установился. 30 тысяч хп. Придется драться. Я все-таки считаю, что он должен быть покрепче. Я считаю, считаю, что он должен быть мощнее. Так, вот этот катализатор. Так, вот этот катализатор. Эта обоминабельная контрапсия не была виновата для Кримзон-Вандера. Вернись, эти Дарк Элдер, мастер Терра и Агонии. И теперь они готовы, чтобы бороться к их последней длине. Эта задача еще не完о. Слышь или нет! Блазь блесленных фарнесс, и звук моего священного оружия будет уберечь этих животных от нашего мира. Неплохо, но они с нас где-то около 8 тысяч хп сняли. Так, первый катализатор уничтожен. Надо быть аккуратней, потому что щит долго не держит. Сбивают крайне легко. Если он инквизитор щит, 2000 хп сдерживает. Здесь 15 тысяч. Но слетает он не менее быстро, чем у нашего бравого агента. Так полагаю, через Этеров мы тоже перейти не можем. А, да, кстати, еще и более того. Че, что-то я не могу прострелить? Мы его очень долго восстанавливаем. Так, ладно, здесь мы не пройдем. Вот видите, он развернулся, а пошел он только через секунду, хотя на кнопку поезжал в движении. О, пять мелочей не дает восстановиться. И оружие у него как-то не дальнобойное. Обычный мятежный гвардеец стреляет дальше, чем имперский рыцарь. Это шо за бурет? Что это за бурет такой? У меня дальнобойное зажим сотни метров. Мне тут не нравится дело. У нас еще и сбоку обстреливают. Отсюда чапать. На карте никого и не было безопасных, но их там очень много. Нас преследуют. Валим передним ходом, заднюю медленнее, да иди быстрее, ешкин ты матрас. Устанавливаемся. Хлипкий, хлипкий, хлипкий. я думал, что он будет гораздо мощнее. Да, не продолжай. За нами идти, сколько их там? Пес его знает. Сейчас щит поставили, уже получше будет. Уже почти его сбили. вроде все. Ну давайте восстановимся таки, не пойдем дальше. 11 тысяч хп всего осталось. Уже опасно. Стоим, подумаем, хотя бы до 25. Ну здесь мы уже ходили, их тут нет. Можно двигаться. вот до этого поворота там они уже могут быть. Так, я не могу здесь пройти, потому что мне какая-то хреновина вот эта вот металлическая, которую он не может проломить, преграждает путь. Ломает бетонные стены и не может сломать какой-то шест, торчащий толщиной метр металлический. Но дальнобойник у него вообще отстой. Он должен стрелять гораздо дальше. А броня-то ладно еще там терпимо, так сказать, учитывая сколько противников, но стреляет он крайне недалеко. Я говорю, имперский гвардейец мятежный стреляет дальше, чем рыцарь. То есть мне приходится к нему тянуться, чтобы по нему попасть. Сделано для баланса, понятное дело. Ой, там еще толпа. 23 тысячи. Начинаю стрелять, у него заканчивается... А, подождите, по мне там кто-то палит. Вот видите, он стреляет дальше, чем я стреляю. Ну или примерно одинаково. Сюда, я думаю, он провалиться не может, но лучше тоже не рисковать. 24 тысячи. Ну а теперь можно потравить какие-нибудь байки. анекдоты. Рассказывать, пока у него ХП восстанавливается. Или просто пойти их и всех убить. группа противников. 28 тысяч ХП, но еще только вот наполовину восстановились. Этого мало. у нас уже была миссия на имперском рыцаре. По-моему, он же ходил, но это было довольно давно. сейчас даже и точно не скажу, сложно на нем было или нет. Но пока в принципе довольно уверенно продвигаюсь. Главное, не агрить на себя слишком много врагов. Остальное, это уже вопрос техники. все они трупы и палачи. скоро мы свершим над ними справедливый суд. Еще один Талос. Этими выстрелами довольно быстро уничтожается. Уже счета нет, столько поставил, уже без счета гоняю. Просто как царь. 29 тысяч ХП. А мы еще и не добрались до этого катализатора-то. Он перед нами прямо и значит там охрана будет тоже довольно мощная. Давайте восстановимся. Щит уже восстановлен, 40 секунд, перезарядка. Надо иметь все ХП на момент разборки. Да, мы уже подходим. Нет, туда я не пойду. Ну, если что, развернемся, то он очень, говорю, долго разворачивается, пока он развернется вокруг своей оси, сколько времени проходит, потом еще и не сразу начинает двигаться вперед. Задний ход у него. Вроде медленнее. По крайней мере, так они его догоняют, если задом пятится. А вот если идти передом, хотя вроде с субъективным ощущением одинаковая скорость. Они у него попадают, если пятится. А вот если развернуться и идти именно лбом, то вроде не догоняют. 41 тысяч ХП. Попробуем сначала мелочи загорать, а потом уже крупных приманить. 39. Вот и разборки мы потеряли 2000 ХП. Так, катализатор. Кто там еще-то его охраняет. там вроде один Кронос. Бедствие. Вот почему я не могу с этой дистанции до него достать. Одна тысяча. Да, там Кронос. В прошлый раз их было двое, целая куча этих Огренов с фиговой опять же массой ХП, плюс они довольно жестко стреляют по броне именно своими пушками. Все, ребята за мной пошли. Пятимся, уничтожаем Талосов. И там целых ученых. Ох, как они наваливают-то, ты посмотри, это же просто какая-то жесть. Валим отсюда быстро. Ну давай, разгоняйся, твою мать, опять разворачивайся, полчаса и стоит. Вы видели, как ХП улетало? То есть там валили из каких-то гранатометов? Вот о чем я и говорил, то есть не все тут так просто. Так, разворачиваемся в ходу. Я уже остался без щита снова. Да, вы что, издеваетесь? Огонь, 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 огонь. Охренеть можно. Они почти все ХП сбили, то есть 50 тысяч ХП и два раза щит разнесли. Че-то жёстко. Вроде мы всех убили, и главное, не сагрились одновременно, то есть я хотел их убрать по частям, но ничего не получилось. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Сейчас уже побежали. Остался последний, в общем-то. Не знаю, будет ли там этот парень разговорчивый. 25 тысяч рп. Это мы тоже сломать не можем. Или же там будет просто огромная толпа в концовке. Но тут нам показали, мать Кузьмы, и то, что все-таки надо аккуратнее все это делать. Я даже не знаю, как это аккуратнее можно еще сделать. Я старался с дистанции их расстрелять. Но все это кодло в размере нескольких десятков элитных солдат на меня одновременно побежало. Там ни лучом, ни ракетной установкой ничем их не остановить. Щит вообще за секунду, за две сбивает. Так, тут еще стоят парни. Хотя далеко до точки входа еще. Сейчас мы уже без щита. Огрена очень здорово дамажит. И те вот чуваки с гранатометами тоже неплохо так накидывают. И снова толпа перед нами. Вообще без щита туда лучше не ходить. То есть поставил щит, сходил, вынес, отступил. Идеальная тактика. Опять гранатометчиков целая куча. Казалось бы мелочь, но как она садит жестко в большом количестве. Приблуда снова отлетит. Слушай, там два сразу летающих. Че-то тут много, видать, у последнего. Ого, они прямо за нами летят. Видать, у последнего катализатора их будет уже больше трех. Потому что у первого вроде было два. Да, они так целенаправленно сюда летят. Развернулись. Это был просто патруль. Можно их уничтожить, пока они вдали от основных сил. Столовиста. Но пока 50 тысяч не будет, я к последней точке даже не подойду. У меня было 47-48. Да, щит через какое-то время сам снимается. На 20 секунд его где-то дают. Вот. У меня было 47-48 тысяч хп, и мне его все почти сбрили. Потому что я два раза щит ставил. Получается, мне сняли... Много, короче, сняли. 1060 хп где-то. Вместе со щитами. И в отличие от инквизитора, рыцарь-то убежать от них может... Не очень хорошо. Многие из них имеют скорость сопоставимую с ним. Че-то там видел, очень много ходит. Короносы еще. Что-то за нами рановато согрелись они. Ну, в этот раз, кстати, удалось их разделить. 32 тысячи. Если все этот стат за нами побежит, придется от него отступать. Туда есть как-то разорвать. Между нами дистанцию. Нет, пока я туда оставаться не буду. В прошлый раз я одного коснулся, и все остальные за мной побежали. Думаю, что последнего их будет максимальное количество. Потому что второго было больше, чем у первого. Если первый разобрал вообще без сопротивления практически, то второму мне уже дали. Понять, что туда не надо так огульно. Бежать сломя голову. Так, еще один Талос. Очень много этих ящериц. И там еще один Кронос. Мы уже убили троих, а там еще их дофига. Вот этих вот выманить. Главное, те, которые непосредственно у катализатора стоят, не согрелись. Блин, они согрелись. Но, опять же, видите, вроде не все. Поэтому есть шанс убить их. Остальные не подошли. Буквально один выстрел на змею хватает, чтобы ее убить. Неплохо получилось. Вполне 39 тысяч хп. И осталось их там, не знаю, сколько. Вроде... Хотя нет, там еще один Талос есть. То есть, короче, их тут было много. Мы еще убили четвертого. Шесть уже, получается, был Талосов, Кроносов. Ну и масса мелочи. Но мы смогли их разделить. Вроде того, урода, который орал, нету. Но, может быть, он сможет как-то телепортироваться сюда. Может быть, он на каком-то будет здоровенном агрегате, который с нами будет сражаться. Ну, это... Ай, гипотеза только. Щиты есть, 44 тысячи хп. Опять начал стрелять имперский рыцарь сам произвольно, без моего ведома. Привлекая их внимание. Но здесь мы смогли их разделить, поэтому, вроде, получилось все довольно быстро. Мы тебе обязательно позвоним. По скайпу. Общаемся там. Чего я не простреливаю? Гэ, я в гараж. Не простреливаю через эти шипы. Но, в общем-то, вся карта зачищена. Миссия выполнена. Тот орущик, который там... Говорит, валите отсюда, дайте нам все системы. И мы, так сказать, простим вас, засранцы. Так и не явился. Непонятно, откуда он там орал. А миссия-то, получается, должна быть окончена. Может быть, конечно, она будет продолжена еще в каких-то заданиях. Потому что у нас уже тоже с дарками был закончен квест. Потом он продолжился. Сейчас проверим всю карту. И будем выходить. С ними одни из самых сложных заданий, потому что нереально... Имеет разносторонние войска, которые... И быстрые. Имеет хороший урон, дальнобойность. Кто-то имеет неплохую броню. Вроде все, следовало. Вся карта зачищена, кроме этого угла, но там никого нет явно. Ну и здесь вот тоже, думаю, никого нет. Можем смотреть. Мало ли, может, там пару еретиков спряталось, ксеносов. Ну, вроде все. Это провалы здесь, тут никого тоже нет. Выходим. Воу, мы какой-то челлендж выполнили. И открыли, видите, руну нова. Десятипроцентный шанс шокировать врагов в радиусе трех метров при ударе. Тридцать тысяч стоит. Сигнум реликтовый открыли. И осколок Когнис. Дистанционный урон в оружии плюс два. В доспехах плюс один к урону. Так, в другом урон навыка меткой одна цель плюс два процента. И, вроде как, имплант, который лучше, чем наш основной. 36 кровоточащий периодический урон. Тоже каждый атак имеет 5-6 процентов. Шокировать это тоже остановить, по всей видимости. Урон против врагов. Подвергающийся замедлению шокового глушения. 8,2. Ко всем спротивлениям, когда окружены. А, кстати, по-моему... Знаете, что с этими квадратами, возможно? В чем прикол-то? Вот эти все усиления работают только тогда, когда... То есть они не постоянные. Если квадрат, который отмечен, они действуют всегда, то здесь дополнительные квадраты, которые есть, они будут действовать только тогда, когда враг, допустим, подвергся заморозке, там, шоку, оглушение. А это, видите, 5,2 ко всем спротивлениям, когда окружены. То есть это тоже не перманентный перк. Он временный, дается только, когда у вас есть определенные условия, необходимые для него. Поэтому, в принципе, все это работает, но включается по мере, в общем-то, получения вами урона, либо там, получения урона, либо замедления врагов непосредственно. Вроде неплохой, можно тоже использовать. Даже не знаю, что это был за челлендж, но, в общем, не важно. Выполнили хорошо. Поговорить надо с капитаном Рагной. Но сначала мы смотрим, что у нас там. Да, у нас этим план был фиолетовый. Вот здесь, смотрите, стоит шанс бросить восстановление на кулятор за убийство 4.3. Да-да-да, вот здесь тоже, видите, они активны только будут тогда, когда враги подвергнутся всем вот этим эффектам. У нас почти золотой сетап, осталось только щит найти золотой, и все будет, в общем-то, золотое. Но и сигнума в оружии только один. Урон в ближнем бою 4.7. Ну, неплохо, кстати, на молотке стоит. Руну эту мы пока никуда вставить не можем. Нам надо выше уровень, а уровень у нас уже приближается к полтиннику. Сейчас мы получаем больше опыта за задание. Конечно, все это круто, можно продать им план, будет сейчас сразу. Так, а сигнум, кстати, сигнум, сигнум, сигнум. 72% шанс получить токен ярости при убийстве. Критические атаки имеют 9.3 шанс на страх. Кровоточащие атаки имеют 8.3 шанс шокировать. Да, но когда они, видите, будут. Вон ближний бою 7.1. Это тут нельзя убирать с молотка. Здесь даже 9.4 шанс на страх. Здесь 5.4 ко всему урону. Варп урон. 8.8 ко всем уронам, когда нет врагов в радиусе. Давайте вот этот заменим. Меньше мне он необходим. И тоже можно, в принципе, его продать. Давайте с ней поговорим как раз. У вас есть сообщение от Конклаев. Это было быстро. Они должны следить эту исследованию очень близко. Я очень счастлива с результатами вашей исследовании, Инквизитор. Вы были неизвестительны в вашем взаимодействии этих Зенос-инвaders и показали Друкарию, что миры Империумы не имеют их лечения. В вашем репорте выяснили вашу несчастность over number of human casualties. Мы все знаем, что это неизвестная консекция из-за Дарк Элдер-Раидов. У них единственная защита против них является революционная революция. Они умерли, Инквизитор. Они не могут обеспечить большие угрозы. Я также хочу попросить вас позволить Ордос-Зенос-агент access the device you refer to as the Pain-Catalyst. Я уверен, что их учебники будут получать именемы чуть-чуть неизвестительным во время их исследований. Будьте, Инквизитор. Имперор протекает. Ну, это все, конечно, хорошо. Мрачный урожай расследование завершено. В ходе моего расследования я узнал, что замкнутый круг диссонанса Коэн Темного Эльдара, который служит кабалу зубчатого лабиринта, решил действовать быстро, когда угасающие всплески варпа позволили имперским силам вернуться в подсектор. Эти существа и раньше высасывали боль имперских граждан, но внезапно они пытались ускорить процесс с помощью своих гнусных устройств, называемых катализаторами боли, которые перекачивают коллективное страдание во время резни в имперских городах. Я имел дело с Ковеном на данный момент, но у меня есть информация, которая указывает, что у Друкхари, который все еще использует туннелевые пути, простирающиеся за материальный завес подсекторы, есть важный проход, который ведет к системе Ротванга, истинному источнику угрозы темных эльдаров. Ну, я так понимаю, задание будет продолжено. Очки опыта 5000 и судьба 10. По всей видимости. Инквизитор, я имею в виду для вас, что может быть связано с предыдущими исследованиями в субсекте. У нас есть ситуация в Ротванг-системе, который является одним из системов которые были более значимы от изоляции до долгого изоляции. Мой администратум 아직 не смогли реестаблить общение с Ротванг-планетным Говнером. Они могли только reach подсектов подсектов предыдущих , которые voiced всяческие excusы. Империум не может tolerать этот тип аттитута. Что еще трудно то, что анвоз Мелариям Темпестус, ведущий лорд-комиссар Скархердс, уничтожил после посетения Паласа ворота Дайкаста. Комиссар один из ваших знакомых из предыдущих миссий, если я не ошибаюсь. Я хочу выездить в Ротванг, интеррогировать говнера и посетить лорд-комиссара. Империум защитить. Это было очевидно, что задание с ними продолжится, потому что болтливый чувак, который нам советовал свалить из системы, явно еще не устранен и будет как-то угрожать сектору. тень-комиссара допросить губернатора Ротванга. Ну, че, значит, будем выполнять не квест, пока DLC не горит, будем выполнять это задание дальше, качаться и пойдем потом уже с парей разбираться. В основном мне еще надо проверить броню, есть у меня относительно на нее большие подозрения, что возможно все-таки придется ее убирать, не люблю эти прыгающие брони, а-ля привет от Ангелса из-за третьего доа. Вот, поэтому, возможно, через миссию я ее вообще уберу в шкаф, может быть, даже разберу на механизмы искры бога машины и сделаю себе броню с ракетной установкой и молоток поменяю соответственно на гравиган. Так, это мы продаем добро. Мне понадобится лазган, даже не знаю, нужно, нам не нужен, но с оружием дофига уже реликтового, поэтому я думаю, что я его продам, а вот гравиган то я оставлю. Гравиганом вместо молотка понадобится, скорее всего. Так, может, что-то у тебя там магазин-то появилось. А, нет, у нас еще тот таймер не сбросился. Ну ладно, осколки надо все эти тоже убрать. Шкаф, хотя он тут уже забит, я смотрю, достаточно прилично. Задание интелла пока мы больше не будем активировать, советовали этого не делать, оставить на потом. Какие-то там будущие квесты различных там родинов, что-то там экклезиархи, еще кого-то. Короче, посмотрим, как там дальше что пойдет. У нас осталось опыта на 4 миссии увеличения, есть потом еще возможность его заюзать более быстро прокачку, ну или там урон, посмотрим, что будет за задание. Надеюсь, что данная серия вам понравилась, если не забывайте поставить лайк, подписываться на мой канал, если еще не подписаны, вступайте в нашу группу ВК, оставляйте свои комментарии. На сегодня все, с вами был Крестоносец, всем удачи, до новых встреч, пока, пока.